В Путье продолжается арктическая навигация. До ее завершения остается около месяца. В отдаленные населенные пункты планируется доставить 272 тысячи тонн грузов, в том числе 115 тысяч тонн нефтепродуктов. Суда особенно ждут энергетики. С подробностями Юрий Осипов. На арктическом побережье республики вовсю кипит работа. У энергетиков продолжается ремонтная кампания, а речники завершают завоз топлива в поселке. Разгрузка морского судна в Тикси требует большого количества энергии. Ее сейчас в избытке. В данное время работают 4 дизельного генератора, вырабатывают 2500 кг. В зимнее время работают 7 дизельного генератора, вырабатывают 4500 кг. Зимой, потому что нагрузки больше, люди холодно становятся и на улице, и дома бывают. Включают обогреватель, дополнительная нагрузка. Летом попроще у нас. Пока на улице относительно тепло, на электростанции ведется ремонт. Специалисты проверяют каждый механизм. Елена Попроцкая – электромонтер со стажем. Не понаслышке знает, как важно не упустить ни одной мелочи. Бывают пиковые моменты, конечно, и дизеля выходят из строя. Все бывает, но справляемся, стараемся. В непредвиденных ситуациях выручают резервы. В заполярные населенные пункты топливо и смазочные материалы завозят обязательно с запасом. Только в Булунском районе электрических сетей сразу 9 дизельных станций. А всего их насчитывает почти полторы сотни. Каждую нужно успеть укомплектовать до начала холодов. Рисков нет. Мы полностью завезли масла, необходимые для эксплуатации наших дизельных станций, то бишь генерации Сахаэнерго. Мы практически завезли весь уголь в Устьянский район. Дизельное топливо, нефть. Мы готовы к зиме. Энергетики радуются. Объемы потребления растут уже второй год. Дополнительные мегаватты понадобились военным, социальной сфере и жителям. На данный момент уже выдано технических условий на присоединение к нашим сетям. В среднем где-то 2-2,5 мегаватта мощности. Стремимся к тому, чтобы увеличить полезный отпуск. Ну и качество электроэнергии, конечно, оставлять на достойном уровне, чтобы люди к нам как бы жалоб на нас не имели. И дальше мы радовали население нашего Улуса. Такого роста потребления не было последние 20 лет. Сейчас с возвращением военных в Тикси и постоянно растущим интересом к Арктике территория получает второе дыхание. Энергетики Якутии играют в этом не последнюю роль.